Принтер МП-210 Я сообщил миганием кнопочки, что чернила черные закончились, но в электронном виде на мониторе показывает принтер, что скоро закончатся и цветные чернила, поэтому буду заправлять принтер. Ну, это видео будет полезным для тем, кто не знает, как это делается. Ну и также сейчас хочу в цветной чернильнице найти, где какой цвет находится и покажу, как заправлять. Потому как принтер я заправляю уже не первый раз, скажем так. 210 у меня был 2 или 3 года, заправлял его без проблем. Родные чернильницы, правда, ненадолго хватают, где-то на полгода, на год. Ну, если не очень часто печатать. Но когда покупаете следующие чернильницы, они чуть больше идут в размере, то есть, скажем так, заменные, то они служат очень-очень-очень долго. Ну, здесь пока у меня родные чернильницы, но хватит их, я думаю, на полгода, а то и больше, так как я печатаю сейчас немного. Раньше печатал гораздо больше, но давайте посмотрим. Сейчас я достану чернильницы. Вот видите, показывает, что нужно менять чернильницу черно-белую. Сейчас мы достанем обе, ну и заправим их. Так, я уж не помню, как тут это все делается. Вот так вот, да? Это я делаю первый раз на этом принтере. Ни разу не заправлял. На 210 там немножко все по-другому. Ну вот. Вот берем это дело и сейчас будем заправлять. Так, 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 как бы это сделать, чтобы все было видно. Сейчас попробуем. Итак. Давайте вот так вот сделаем. Опа, камера падает. Не надо нам падать. Это вот следы остались на секретаре. От прошлой замены чернил. Ну не от прошлой, от первой. Первый раз, когда я это действие делал, не знал, как это правильно делается, не очень много нюансов, скажем так, прошло мимо, то с черной чернильницей, как правило, проблем нет. Просто подрываем вот эту вот историю. Аккуратненько, очень желательно это сделать. Желательно поддеть, ну не так, как я вот сделал, что, что у меня это все хозяйство само по себе отрывается, где-то непонятно как. желательно ровненько это все оторвать, вот так вот. Это очень важно, потому что здесь, видите, вот такая вот проходит дорожка для воздуха, для подсоса воздуха. Далее мы, нам нужно вот это вот отверстие, видите, да, оно очень маленькое, очень тоненькое. Есть обычная иголочка. Обычная иголочка сюда входит без проблем, но для того, чтобы заправлять, если мы будем заправлять вот этой иголкой, у нас возникнут проблемы, потому что воздуху не будет куда выходить. Для этого нам нужно немножечко, совсем чуть-чуть раздолбать вот эту вот дырочку. Для этого я беру обычную иголку, вот такую толстенькую, для внутримышечных инъекций. И просто иголочкой, вот как бы, рассверливаю дырочку чуть-чуть больше, то есть буквально там, ну, нужны вообще какие-то десятые доли миллиметра. Вот эта толстая иголочка сюда сейчас входит, смотрите, без проблем, то есть. После этого вот иголочка потоньше, это не инсулиновая игла. Для примера покажу инсулинку, то есть инсулинка еще тоньше намного. Ну, видно, я надеюсь, да? То есть это такая себе иголочка, не очень толстая, не очень тонкая. Ну, вот она сейчас сюда проходит спокойненько. Теперь берем, заправляем черное чернило. Я купил чернило новое. Потому как... Ну, вот, в принципе, вот этих вот чернил хватит. Ну, я не знаю, у меня на... МП-10 принтере, тоже от Canon. Вот таких три бутля чернила, ну, четыре, то есть. Хватило, ну, чтобы не соврать, я не знаю, года... На два с половиной, наверное. Да, наверное, больше он у меня был. Я точно не вспомню, сколько у меня этот принтер был, конкретный МП-10, но очень-очень долго. Чернило черное. Откручиваем. И набираем шприц. Медленно это хозяйство поднимается, вот так вот, смотрите. Иголочка тоненькая, довольно-таки. Поэтому даже жидкость поднимается вот не очень быстро. Ну, здесь спешить, как бы, в принципе, ни к чему. Есть пять кубиков. Желательно что-то вот подложить, но смотрите очень аккуратно, чтобы вот эта часть, вот эта часть, желательно, чтобы не касалось ничего и не трогать пальцами вот эту часть тоже. Чтобы не остались, знаете, жировые вот с рук, все равно какие-то останутся следы на контактах. Им может быть неприятность. Плата может контактной отказаться нормально работать. Вот в дальнюю чернильницу я загоняю три шприца спокойно. Вообще без проблем. То есть засовываю иголочку до конца и увожу довольно-таки медленно, не спеша. 15 кубиков сюда загоняю. То есть 15 кубиков это как раз тот объем, который нужен. Если мы загоним 20, то, ну, принтер будет печатать, но пятерочка будет лишней. В состоянии, скажем так, оффлайн-принтера будет подтекание. То есть будет скапливаться, просто самотеком выливаться вот. Чернила будут. Это уже проверено годами. Пробовал по-разному заправлять. Вот 15 кубиков для такой истории. Ну, 16 можно. Ну, этот кубик лишний, он в принципе ни к чему, ни к селу, ни к городу. 15 кубиков достаточно. Я вот набираю, как правило, три шприца. Ну, здесь не 15 кубиков, здесь будет чуть-чуть больше, там, 15 и 5, 15, ну, вот шприца здесь где-то 5,5. Ну, 16 можно, в принципе. Ахахахахахахаха. Ахахахах. Все замечательно. И еще один шприц. После чего желательно закрывать крышечкой баночку, потому как был у меня печальный опыт. Вот так вот заправлял. Как раз занимался таким процессом. Позвонили в дверь, и я быстренько дернулся открыть дверь. И случайно обронил бутылечек с желтой краской. Ну хорошо, хоть желтой, а не черной. Просто протер тряпочкой, и все замечательно. Если бы черная перевернулась, это было бы оп-па-па-па-па-па-па. А вот видно, что пошла красочка уже, то есть полная чернильница. То есть 15 кубиков таки входит в заменную чернильницу. То есть здесь чернильница немножко меньше. То в таком случае желательно как бы я вообще делаю вот такую процедуру. Загоняю сюда иголочку. И вот сверху делаю немножко совсем, скажем так, отбираю. Ну, может кто-то разбирал данные чернильницы. То есть здесь идет набито все ватой. Специальная такая вата, очень плотная. То вот эту вату, вот эта вата должна быть в чернилах. Выше ее, то есть просто болтаться, болтыхаться чернила не должны. Поэтому сейчас я вот это все уберу. Лишнее хозяйство ватная палочка. Сейчас схожу за ней. Как-то сразу не задумался. То вот у меня получилось где-то пол кубика чернил я отобрал сверху лишних. То есть я загоняю иголочку буквально на пол сантиметра и отбираю все лишнее. Теперь вот это все лишнее опять протираем насухо. Дорожки у нас должны быть свободные. И опять заклеиваем. То есть вот он у нас получается вход для воздуха. Дырочка маленькая. И вот воздух идет по туннельчику, скажем так, поэтому. Это не дает чернилам протекать. То есть если будет открытый доступ воздуха, то чернила будут вытекать самотеком. Все, черная краска нам не нужна. Шприц не нужен. Вот в таком состоянии шприцы хранятся очень-очень долго. Не пересыхая, ничего абсолютно. С этим все. Черную чернильницу можно отставлять в сторону. Дальше нас интересует цветная. Точно так же желательно, ну не точно так же, а желательно ровненько это все оторвать, зацепиться за краешек правильно. Вот здесь намного лучше получилось оторвать. Но здесь есть некоторая дилемма. Здесь у нас три цвета присутствует. Как найти, где какой цвет? Вот это интересно, да? Но если ошибиться с цветом, то, ну, можно все сказать. То есть чернильницу мы просто можем выбросить после этого. Найти, в принципе, нужный цвет очень просто. Берем чистый шприц, желательно инсулиночку, то есть для малого количества жидкости. Чернила эти пигментные. То есть они разведены обычной дистиллированной водой. В основе их лежит водичка обычная и сами пигментные чернила. Что я делаю? Я набираю шприц совсем чуть-чуть водички. Одеваем иголочку. Совсем чуть-чуть, буквально полкубика. Даже не полкубика. Это кубик у нас, здесь у нас всего лишь полкуба. То есть 0,50 кубика. Опускаем полностью. И так, мы его туда и сразу же назад. Видим желтая краска внутри. То есть, в принципе, эту воду мы там не оставили. Вот она. То есть, этих же 0,5. Вот они здесь. Ну, можно вылить, я просто вылью на тряпочку. Так, у нас желтая вот эта. Сразу помечаю, что это желтый цвет. Иголочкой проковыряю сейчас дырочку. Точно так же, как и в прошлом это делал. Отверстие. Помечаем, что это желтый цвет. Дальше. Вымываем желтую краску отсюда. Набираем опять чуть-чуть водички. То есть, опять она светленькая, беленькая. Все красиво. Вставляем следующее отверстие. И опять туда и сразу же обратно. Не показывает. Угу. Жадина. Синего цвета здесь у нас. То есть, здесь у нас синий. Ну и естественно, остался верх. Это красный цвет будет. Ну вот, в принципе, и все. Теперь можно заправлять. Зная, какой цвет, куда у нас заливается. Все остальные дырочки тоже я протираю иголочку. И так же все остальные дырочки чуть-чуть совсем разбиваю иголкой. То есть, это делается совсем-совсем чуть-чуть. И иголка буквально на какие-то доли там. Вот смотрите. Сейчас входит иголочка. Это все спокойно сюда. Сюда же она плотно-плотно вот. Вообще. То есть, если я сейчас начну заправлять, воздуху не будет куда деваться. И начнет вот красочка потекать у меня отсюда. Этого мне не нужно. Именно по этой причине я и совсем чуть-чуть разбиваю отверстия. Здесь не нужна цыганская игла. Очень большие дырки. Просто чуть-чуть-чуть-чуть-чуть шире. Вот и все, в принципе. Здесь у нас синий цвет. Здесь у нас красный цвет. Это желательно себе раз один отметить. И я себе это все вот так вот нацарапал. Ну не знаю, видно на камеру будет, не видно. Вот желтый, синий, вверху красный. Все заправляю. Эту иголочку можно в сторону отложить. Которую я заправлял желтую краску. Я ее ставлю на место. Она мне больше не нужна. Берем красный цвет. Берем красный чернила. И поступаем точно так же. В цветные чернила достаточно залить по 5 кубиков каждую. Общий объем будет примерно тот же, что и в черной. Ага. А цветная пересохла. Иголочка пересохла. Обычно не пересыхает. Ну просто очень-очень давно не заправлял чернила, потому что принтер у меня прошлый умер. А этот я очень долго не заправлял, пока он был новый. Пересохла. То есть сейчас ее просто нужно взять, чтобы раскупорить отверстие, нужно взять и подогреть чем-то. Допустим, спички, зажигалку. Сейчас я найду что-то. Что-то из этого. Я не курю, у меня в семье никто не курит, поэтому... Как правило, ни спичек, ни зажигалки дома нет. Так и есть. Ни спичек, ни зажигалки. Будем что-то искать сейчас. Ладно, пока поищу спички или зажигалку, потому что ничего не могу найти. Нашел спички. Итак, что мы делаем? Я раскупорю это все в хозяйстве очень просто. Набираю просто шприц воды. Это обычная дистиллированная вода. Но ни в коем случае не из-под крана. Все. Видите, да? Все очень просто. Чуть-чуть буквально стоило подогреть капельку. Зголочку. И все. Не знаю, было ли это видно, конечно, на камеру или нет. Или, может быть, я ушел в сторону. Но буквально 2 секунды под открытым огнем раскупоривает иголку полностью. 5 кубиков, я думаю, будет достаточно. Я сразу закрою. Итак, красный цвет у нас крайнее верхнее отверстие. Желательно вот с иголки вытереть всю краску, чтобы она была сухой. Чтобы не получилось так, что здесь получится такая себе, знаете, воздушная пробка. Загоняю иголку почти полностью. И ввожу краску медленно очень. Оп-па-па-па-па. Забыл я, что кустой была только черная чернильница. Цветная у меня была наполовину пустая. Ну и, скажем так, что желательно сделать это, заправить первый раз цветную чернильницу, пока она, скажем так, еще, ну, еще есть в ней краска. Почему это важно? Потому что вот именно тот самый тест лучше сделать, пока там есть красочка. Знаете, чуть-чуть водички, и мы назад ее выбираем. Назад ее выбираем, и как индикатор у нас срабатывает. То есть, все замечательно, мы будем видеть. Но руки при этом вот немножко будут вот такими. Дальше. Следующий цвет у нас желтый. Ну, тоже я набираю где-то так 4 кубика. Думаю, самый востребованный цвет был, наверное, все-таки синий. Потому как, печатая в большинстве своем визитке, там у меня красный и синий цвет самый преобладающий. Ну, кроме черного, естественно. Думаю, 4 кубика будет достаточно. Ну, и желтый цвет у нас вот он, желтый. Тоже загоняю иголочку и не спеша и вот и желтый побежал. Это все точно так же вымасивается ватной палочкой. Все достаточно желтого. И в конце я просто вот выгоняю оттуда краску и все. Вот шприц вот в таком состоянии, как правило, не засыхает. Не пересыхает краска. Но если пересохла, то вы видели, что это очень просто делается. Так, это у нас это у нас не то что-то. Это у нас красная краска. Желательно не перепутать крышечки, вот как я сейчас сделал. Я сейчас взял крышку от дистиллированной воды и накрутил ее не туда. Это желтая красочка. Это красная. Так, ну, в принципе, в принципе, в принципе. Следующий цвет у нас синий. Как здесь написано голубой. Почему он не синий, не знаю. Может, потому что голубой. Точно так же берем синий шприц. Ну, у меня он синий. По обозначению уже. И набираем кубика 4, наверное, так, около того. Я держу вот таким макаром. То есть, если вдруг у меня сейчас польется отсюда синее чернило, то, чтобы оно не попало вот в желтую ячейку. То есть, если вдруг польется, то вот сюда польется. Если здесь польется, то я, опять же, не держал сюда, держал сюда, чтобы вот в эту вороночку стекло все. Ну, а если медленно это делать, очень-очень-очень, то можно вообще избежать того, чтобы чернила показали снаружи. Ну, вот, в принципе, у меня сюда вошло 4 кубика. Самый жадный оказался синий свет все-таки. еще кубик сюда долью. Вот, вот, вот не нужно было. То есть, как раз 4 кубика это была четко золотая серединка. Все. В принципе, теперь вот осталось крышечку поставить на место. Водичка здесь цилированная у нас не нужна. Это я по тряпочке разолью ее. Крышечку помыли. В принципе, все. Воду дистиллированную можно убирать. Чернила сливаю лишнее назад в бутылечек. Продуваю шприц. Ну и все, в принципе. Осталось вот эту историю наклеить назад. Вот эту историю осталось приклеить на свое место точно так же, как она и была. Но желательно вот ее очень хорошенько разгладить и проконтролировать, чтобы все углы пристали. Потому как, если уголок какой-то мы не зацепим на место, то он поднимется со временем. Вот если он хорошенько пристанет по всей своей площади, то все будет замечательно. Ну, в принципе, я в дальнейшем вот после третьего, четвертого после третьей, четвертой заправки вот эти вот самоклейки, они уже не держатся. То я просто клею сюда цветной скотч желтенького цвета. вот такой вот скотч клею просто. Тоненький он вот такой вот. Он замечательно держит. Здесь основная задача, чтобы пропускал воздух только вот по вот этим каналам. Скотч держал, чтобы не было открытого доступа воздуха. Ну вот, в принципе, как бы и все. все ставим на место. Попробуем печатать. Пока нажму на паузу, поставлю чернильницы на место. или давайте поставлю так. Так, берем обе чернильницы и вспоминаем, где у нас какая. Цветная у нас вот она. Ставим на место, закрываем. Черно-белая вот она. Ставим на место, закрываем. все. Ну, давайте что-то попробуем. Я не знаю. Чтобы долго не настраивать сейчас эту всю историю, давайте просто попробуем что-то отсканировать. Чтобы не включать компьютер. не заниматься долгими процессами. Просто вставим листочек. Так, нажав вот эту кнопочку, зажал, должна обнулить ошибку. или все-таки по-моему там придется включать компьютер, обнулить уровни датчик, датчик уровня отслеживания чернил. Посмотрим сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, заправили все правильно. Цвета не поменялись. Все замечательно. Ну, сейчас еще зайду через компьютер, через драйвера уберу вот эту вот ошибочку. То есть, нужно обнулить датчик отслеживания чернил, и тогда все останется на свои места. Ну, все. Пока-пока.